В рамках международного форума «Ислам в мультикультурном мире» состоялась научная конференция «Россия-Африка. Политика, экономика, история и культура». Подробнее в следующем сюжете. Татарстан — мультикультурная республика. Поэтому Казань второй раз проводит международную научную конференцию «Россия-Африка. Политика, экономика, история и культура». На мероприятии присутствовали 146 участников из более чем 25 стран. Среди них Саудовская Аравия, Алжир, Египет, Камерун, Марокко, Бахрейн и многие другие. Главная цель — это развитие российско-африканских отношений. Дружбу нельзя купить, только построить. Такая мысль прозвучала на конференции. И проведение в Казани этого мероприятия, оно носит уникальный характер. Мне кажется, что важным следует отметить не только потребность в обсуждении, но тем самым Казань достигает результата в развитии этих направлений подготовки. Темами конференции стали национальная идентичность, поиск новых форм отношений между странами, экономические санкции в истории России и африканского континента, экологическая повестка и культура. Спикеры отметили, что важно говорить об Африке как о молодежном континенте, ведь более 60% населения — это люди младше 30 лет. Важно создать единую информационную платформу и укрепить позиции российских СМИ на территории Африки. Действительно, мы нашли ту самую нишу, которая оказалась невероятно востребованной. Скоро на площадке Института международных отношений пройдут подобные научные конференции «Россия-Китай» и «Россия-Латинская Америка». Роберт Хасанов, Радмир Сафиулин, Хафиз Гараев, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова